перед тем как мы с вами начнем я бы хотела внести кое-какие уточнения по поводу прошлого урока насчет воротника во первых когда мы делали с вами одежду воротник у нас получился на изнанку чтобы этого не было нужно с помощью edit pattern выделить воротник в окне 2d нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать flip normal таким образом воротник не будет на изнанку то есть черной стороной а будет белой стороной что более эстетично для одежды я уже подготовила модель если вы не помните это та кофта которую я уже использовала в этом курсе просто покажу кое-какие приемы которые могут вам облегчить в будущем работу с marvel с дизайнером чтобы пришить воротник вам вовсе и не нужно создавать точку на необходимом отрезке для того чтобы использовать сегмент сьюин можно использовать фризьюин выделяем нужный нам отрезок в окне 3d завершаем двойным кликом как я показывала мы так уже делали с молнией тем саму горловину тоже выделяем завершаем двойным кликом и таким образом воротник будет пришит делаем то же самое с другой стороной появились линия сшивом давайте сделаем симуляцию как мы видим он немножко складывается это выглядит не очень красиво помните в прошлом уроке я говорила что можно использовать инструмент тег давайте же его используем в общем вот так должно получиться итак давайте приступим непосредственно к созданию юбки кофре без особых усилий как я и обещала в прошлом уроке для этого вам нужно сначала создать прямоугольник примерно размер давайте 120 на 60 он такой маленький должен получиться затем выбираем инструмент и did pattern tool и выбираем верхнюю линию этого маленького прямоугольником нажимаем правую кнопку мыши и нажимаем split мы с вами использовались только split into two lines а сейчас мы используем uniform split и выберем три сегмента он разделит на три равных линии нам с вами нужно будет создать две интериальной линии которые бы находились на одинаковом расстоянии от краев для этого сначала мы делаем сплит то же самое нам нужно сделать с нижней линии тоже выделяем выбираем uniform split нажимаем 3 теперь нам нужно выбрать инструмент internal line tool он также является полигоном просто соединяем эти две точки заканчиваем двумя кликами и и соединяем эти две точки двойной клик так мы создали с вами кусочек этот кусочек будет являться частью пояса нашей юбки теперь нам нужно скопировать его три раза с помощью ctrl c ctrl v уделяем фу ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v у нас получилось три кусочка точнее даже четыре кусочка но сейчас работать мы будем с этими тремя которые внизу что нам дальше нужно сделать опять выбираем и диспаттерн нажимаем z выделяем линии нажимаем правую кнопку мыши нажимаем merge то же самое делаем с двумя другими чтобы выбрать две линии наши зажимаем shift merge появились такие точки нам на местах этих точек нужно тоже создать интеральной линии теперь у вас должно получиться верхний кусок который будет частью пояса и нижний кусок который будет частью юбки а теперь начинается самое интересное то ради чего мы здесь с вами собрались выбираем плиту и проводим прямую линию от начала нижнего длинного отрезка к его концу вот так дабл клик здесь находятся три вида складок которые доступны в программе marvel as designer я выберу knife плит а вы последствии можете поэкспериментировать с разными видами складок нажимаем ok и видим что цвета интеральных линий изменились они обозначают складки которые появятся на нашей юбке у плиту есть собственный инструмент пошива когда вы работаете со складками вам необходимо выбрать именно его он находится рядом с непосредственно самим плит тулом называется плит с юбин выбираем его теперь нам нужно выбрать верхнюю часть нашего маленького кусочка и нижнюю часть нашего большого кусочка теперь чтобы посмотреть какие складки у нас получились нам нужно сделать симуляцию но если мы сделаем ее без предварительных усилий кусочки ткани просто свалятся к ногам нашего аватара поэтому нам нужно выбрать эй наш маленький кусочек и заморозить его тогда он не будет падать он подсветился голубым давайте симулируем вот такие маленькие складки у нас получились немножечко они погнулись погнулись но это нечего можно их сейчас удлинить можно их удлинить потом давайте их удлиним сейчас чтобы посмотреть как это будет выглядеть отключаем симуляцию выбираем наш верхний кусочек и размораживаем его теперь он не падает но при этом сохраняет свою форму что мы делаем дальше давайте выделим наш кусок и подвинем к аватару так примерно нужно эти куски расположить вокруг ее талии как это делается давайте выделим наш кусочек ткани и скопируем его ctrl s ctrl v вам нужно расположить его поодаль примерно вот так повторяем процедуру как будто бы юбка состоит из 6 частей и вам нужно расположить их вокруг аватара до тех самых пор как вы расположили куски вокруг талии аватара вот таким образом вам просто-напросто необходимо их сшить используем сегмент сьюин и поочередно сшиваем наши куски проверяем в окне 3d все ли правильно все вроде бы правильно теперь давайте сделаем симуляцию вот такая юбка у нас получилось но она сидит слишком не затянута на ее талии чтобы она сидела более притянута мы с вами можем изменить размер пояса для этого давайте выделим и немножечко сузим его также можно уменьшить его вот так подождем пока сделается симуляция но чего-то не хватает можно еще уменьшить пояс но при этом можно саму кофту уменьшить сейчас попытаемся сделать это в следующем уроке мы с вами узнаем как в дивном дизайнере создавать не только одежду но и всяческие атрибуты например дамскую сумочку если вам понравился урок ставьте лайк если вы хотите увидеть больше уроков в будущем конечно же подписывайтесь на канал а еще у нас есть группа вконтакте ссылка в описании должна быть переходите туда вступайте мы проводим конкурсы по 3d моделированию и не только теперь похоже как будто бы она из какого-то племени которая носит юбку ну не юбку а кусочек ткани который прикрывает только самые необходимые места ладно это шутка не воспринимайте серьез но и все и все